Децентрализованная банка Чтобы быть директором банка, нужно было обладать немалыми средствами и связями. Теперь, чтобы быть директором банка, необходимо бережно хранить от 12 до 24 слов. Наверное, самые знаменитые пулы ликвидности – это обменники валют рядом с вокзалами и в аэропортах. Как правило, это небольшие пространства за железной дверью с маленьким окошком, где сидит человек, у которого есть какое-то количество рублей и какое-то количество долларов. К этому окошку постоянно подходят люди и обменивают либо рубли на доллары, либо доллары на рубли по указанному курсу. Этот пул ликвидности зарабатывает каждый раз, когда происходит обмен. При этом независимо от того, рубли меняют на доллары или доллары меняют на рубли. Главное – это сам процесс обмена. Главными поставщиками ликвидности в эти обмены валют являются банки. Они предоставляют и рубли, и доллары. Но кроме рублей и долларов, они также предоставляют курс обмена. Но что произойдет с обменником, если на протяжении многих обменов люди будут менять только рубли на доллары? Долларов в обменнике не останется, зато там появится огромное количество рублей. И вот приходит новый человек, который опять хочет обменять рубли на доллары, а долларов нет. Такая ситуация отлично знакома людям, которые застали времена, где банковские карточки были редкостью. Как результат, цена на доллары взлетала в десятки раз, или цена на рубли падала в десятки раз. Это не важно. Важно – это увеличение разности потенциалов между рублями и долларами. Самое интересное, что в этой ситуации проигрывают не только желающие обменять доллары на рубли, но и сам пул ликвидности, и также поставщик ликвидности. Если не происходит обмена, не на чем заработать. Появление смарт-контрактов дали каждому из нас возможность стать поставщиком ликвидности. Или, иными словами, банком. Что важно для поставщиков ликвидности? В первую очередь, поставщикам ликвидности важно, чтобы их средства никуда не пропали. То есть, платформа, куда они поставляют свои средства, должна быть безопасная. А что может быть безопаснее программы с открытым кодом, которая принимает и возвращает средства только на основании предоставления неизменяемого пароля или мнемоника? Второй важный момент – это частота обменов. Как часто люди меняют одну ценность на другую? Ведь поставщики ликвидности зарабатывают именно на количествах обменов. И третий момент – это то, что ценности в пуле ликвидности должны более-менее соответствовать друг другу. Иначе все ценное быстро разберут, и поставщики ликвидности останутся с целой кучей того, что никому не нужно. Давайте мы представим себе, что живем в мире, где людям очень нужны либо винтики, либо гаечки. И винтики, и гаечки нужны людям приблизительно одинаково, так как каждый винтик соответствуют каждой гаечке. И давайте представим, что вся экономика этих людей завязана на винтиках и гаечках. Но так как людей очень много, всегда оказывается, что кому-то нужны больше винтики, а кому-то нужны больше гаечки. И соответственно, этим людям приходится каким-то образом обменивать друг другу винтики на гаечки. И представим себе, что есть какое-то место, где эти люди собираются для обмена винтиков на гаечки и гаечки на винтики. Иногда происходит ситуация, что человек приходит с винтиками, хочет обменять их на гаечки, но нету никого, у кого бы были гаечки. Или же наоборот, люди, у которых есть гаечки, могут прийти в это место и часами ждать, пока не появится кто-либо, кто принесет винтики для обмена. Чтобы экономика не стояла на месте, те, у кого есть очень много винтиков и очень много гаечек, приносят и сдают их в полу ликвидности. Они говорят, вот здесь 100 винтиков и вот здесь 100 гаечек. Вы все равно приходите и меняете то винтики на гаечки, то гаечки на винтики. Если кто-то придет поменять винтики на гаечки, он может кинуть мне сюда винтики и взять гаечки. А если кто-то придет с гаечками обменять на винтики, он может положить гаечки и взять себе винтики. И таким образом никому не нужно будет ждать. Но запомните, каждый раз, когда вы меняете 10 винтиков на 10 гаечек или 10 гаечек на 10 винтиков, вы получаете не по 10, а по 9. Одну гаечку или один винтик вы отдаете мне, как поставщику, ликвидности. И если в нашем пуле лежит 100 винтиков и 100 гаечек, это значит, что цена одной гаечки это один винтик. И если люди меняют по одной, по две гаечки на винтики, туда-обратно, то соотношение гаечек и винтиков всегда остается приблизительно одинаковое, и цена всегда держится, как один винтик за одну гаечку. Но если кто-то придет и решит поменять сразу 50 винтиков на 50 гаечек, то случится страшный перекос, потому что в пуле будет 50 гаечек и 150 винтиков. А это значит, что теперь цена одной гаечки не один винтик, а три винтика, так как винтиков в три раза больше. Теперь владельцы винтиков, когда хотят получить гаечку, должны отдавать за гаечку не один винтик, а аж три винтика. Для них это становится невыгодно. Зато для владельцев гаечек это становится очень выгодно. Теперь они приходят менять гаечку на винтик, и как результат получают не один винтик, а целых три винтика, что соответственно стимулирует поток людей с гаечками обменивать гаечки на винтики до тех пор, пока соотношение гаечек к винтикам не станет один к одному. Таким образом, пул ликвидности, в котором ценности более-менее сопоставимы, сам себя регулирует. Даже в случае перекоса ситуация вернется обратно на свои места, потому что одна ценность и другая ценность сопоставимы. Но теперь представьте себе, что вдруг винтики перестали быть необходимы, и никому они больше не нужны, зато всем очень сильно понадобились гаечки. Что случится с этим пулом ликвидности? Все прибегут, обменяя свои винтики на гаечки, а вот гаечки обратно на винтики уже менять никто не будет. И поставщик ликвидности останется с 200 никому не нужными винтиками и с нулем очень необходимых гаечек. А теперь представьте, что на месте винтиков и гаечек сотни различных криптовалют. А этих пулов не один, а тысячи. А этих поставщиков ликвидности сотни тысяч. И вполне возможно, кто-то из этих поставщиков ликвидности вы. Совсем забыл сказать, на предоставлении ликвидности в пулы криптоэкономика не заканчивается. Ведь есть еще стейкинг, фарминг и много простых вещей со сложными названиями, которые мы обязательно объясним в следующих выпусках Fork the System. А пока ставьте лайк, подписывайтесь на канал Fork Lock и не забудьте оставить в комментарии три своих любимых пулы ликвидности. А я пойду заклеймлю реварды.